Обстановка ДНР за прошедшие сутки обострилась. Украинские силовики 371 раз обстреляют территорию республики. Противник выпустил 17 артиллерийных снарядов калибром 152 мм, 99 мин из минометов калибром 120 и 82 мм. Также противник обстрелил территорию республики из БМП, стрелкового оружия и различных типов гранатометов. Приказы преступные на обстрел территории отдавали все те же военачальники. Это командир 93 бригады Клочков, 56 бригады Мельник, 72 бригады Соколов, 57 бригады Красильников и 58 бригады Заболотный. Наиболее интенсивные обстрелы с применением тяжелого вооружения запрещены минскими договоренностями подвергают следующие населенные пункты республики. Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтернова, район аэропорта, Петровский, Киевский район и город Донецк. Среди военных случаев армии ДНР раненых и убитых нет. По данным нашей разведки установлено прибытие в район населенных пунктов. С целью обстрела в Зайцево из Горловки, северо-западнее населенного пункта Вершинина, 14 км от линии соприкосновения, сосредоточены 10 единиц САУ калибром 152 мм. Заряное, 12 км. Установлено прибытие трех РСЗО БМ-21 «Град» и грузовых автомобилей с боеприпасами. Мирное, 11 км. На территории обшежития установлено прибытие трех род до 180 человек, предположительно из националистических подразделений. Все данные о нарушении минских доверенностей в очередной раз были переданы представителям СЦК и миссии ОБСЕ. Несмотря на минские соглашения, украинская военно-политическая элита продолжает отдавать преступные приказы, поднаращивая группировки войск по всей линии соприкосновения. Официально Киев продолжает вести курс агрессивной политики в отношении Донбасса и категорически откажется решить проблему мирным путем. Систематические обстрелы Горловского района со стороны вооруженных сил Украины и националистических подразделений перевели сегодня к разрушению 20 домостроений в поселке Зайцево. В настоящее время там работают представители миссии ОБСЕ и СКК. В результате обстрелов имбранцев по пострадавшим уточняется. Украинским военным начальникам предлагаю серьезно подумать перед тем, как отдавать приказы об открытии огня по мирным населенным пунктам и совершении вооруженных провокаций в отношении подразделений армии ДНР, которые впоследствии могут привести к жертвам с обеих сторон.